Сегодня наша лекция посвящена язвенной болезни желудка и 12-перстной кишке. Прежде чем перейти на основные моменты эрекционного материала, я хотел бы остановиться на истории хирургии желудка и 12-перстной кишки. Одно из первых упоминаний в медицинской литературе о вмешательствах на желудки датируется в 1810 году, когда 20-летний студент Медицинского факультета Гессинского университета Мерев впервые выполнил резекцию желудка в экспериментальных собаках. Но его опыты явились предметом критики со стороны ведущих хирургий и на долгое время были забыты. Однако в 1879 году французский хирург-5 первую сделал дистальную резекцию желудка с наложением гастро-2D на анастомат. Однако пациент умер на пятые сутки от послеоперационного перитонита и несостоятельности швов. Очень большой вклад внес Белирот в 1881 году выполнил первую успешную дистальную резекцию пиороантрального отдела желудка при раке желудка. И по следующему модель Недилу и различные способы резекции желудка и наложения гастро-энтера анастомат. В 1894 году на 27 конгрессе хирургов было решено два основных способа резекции желудка назвать под его именем. Это Белирот-1 и Белирот-2. Предпосылки к развитию патогенетически обоснованных оперативных методов лечения язвенной болезни были заложены экспериментальными работами выдающего русского физиолога Павлова. Благодаря работам академика Павлова были раскрыты фундаментальные принципы функционирования пищеварительной системы. Накоплен большой обширный материал и в 1904 году он прошеден в Нобелевские премии за воссоздание истинной физиологии пищеварительной системы. В 1964 году прорывом в фармоиндустрии и консервативном лечении дал толчок разработка гастрина профессором Грегоре Трейдса. В 1972 году английским ученым Джеймс Блэком был создан первый препарат, содержащий бурамид, который блокирует аштогистаминовые рецепторы. В 1979 году был создан препарат амепрозол и в 1988 году в Риме на конгрессе гастроэнтеролога амепрозол признан основным препаратом для лечения язвенной болезни. В конце 20 века активно внедрялись лапароскопические технологии в резекции желудка. Особенно в 1994 году Петерсеном была опубликована первая литература руководства по лапароскопической хирургии при абдоминальных патологиях. Итак, что касается Узбекистана, большой вклад внесли академики Арипов, Ухтам Арипович, Вахидов Васильевич и на сегодняшний день продолжает работать над этой проблемой академик Каримов Шалкат Ибрагимович. Теперь давайте разберем анатомию желудка. Желудок располагается в брюшной полости в верхнем этаже, выше поперечной ободочной кишки. Проксимальная часть ее располагается под левым подреберьем. Кардиальная часть располагается выше верхней части эпигастральной области. Тело и пилорическая часть находятся в эпигастральной области. Желудок состоит из пяти частей. Это кардиальная часть, дно желудка, тело желудка, препилорический отдел или антральный отдел желудка, пилорический отдел. Далее через привратник желудок переходит, пища переходит в 13-перстную кишку. Также желудки различают малую кривизну желудка и большую кривизну желудка. Желудок имеет две стенки, это передняя стенка и задняя стенка. Задняя стенка прилежит к сальниковой сумке, а передняя стенка передней брюшной стенке, то есть пароэтальной брюшине. Желудок является хорошо фиксированным органом брюшной полости, имеет в своем составе несколько связочных аппаратов. Первый это желудочно-поджелудочная связка. Хирургическое значение она имеет из-за того, что в ней проходит левая желудочная артерия. Далее задние стенки различают еще привратника поджелудочной связки. Привратника поджелудочной связки богата лимфатическими узлами. Именно при радикальных операциях по поводу рака желудка необходимым является лимфодисекция именно в этой области. Далее хирургическое значение имеет печеночно-двеносперстная асхайка, гепатодводинальная связка. В ней проходят основные элементы печени, это ductus halidocus, печеночная артерия и венопорта. Далее эта связка переходит на печеночно-желудочную связку, то есть образует малый саник. По большой кривизне в желудке имеется желудочно-ободочная связка. В ней проходят желудочно-ободочная артерия и венозная сеть. В области дна желудок фиксирован желудочно-диафрагмальной и желудочно-серевизионной связкой. Давайте остановимся на кровоснабжении желудка. Артериальное кровоснабжение желудок получают от черевного ствола. Сосуды желудка анастомозируются друг к другу и с ветвями верхней брюшечной артерии образуют разветвленную сеть фунтроорганных сосудов. Различают в основном пять сосудов кровоснабжающих желудок. Это первая, отходящая от черевного ствола, левая желудочная артерия. Артерия гастрика синистра. Артерия гастрика синистра кровоснабжает малую кривизну желудка, кардиальную часть и нижнюю треть пищеводок. Далее она анастомозируется одноименной артерии. Артерия гастрика декстра, отходящая от общей печеночной артерии. Артерия гастрика декстра кровоснабжает пилорическую часть желудка и также малую кривизну. Отходящая от черевного ствола общая печеночная артерия дает артерию гастродуоденализ. Которая после того, как проходит через заднюю стенку пилорического ожога, она разделяется на две веки. Это гастроэпиплойка декстра и артерия панкреатодуоденализ супериор. Артерия гастроэпиплойка, идя по большой кривизне, анастомозирует артерию гастроэпиплойка синистра, отходящую от артерии линализ. В области ворот селезенки артерия ринализ дает мелкие артериальные стволы ко дну желудка. Они называются артерией гастрика бревис. Вена желудка соответствует расположению артерии и является притоками воротной вены. Панкреатодуоденализ супериор и инфериор. Как я упомянул ранее, верхняя поджелудочно-дуоденальная артерия отходит от гастродуоденализ. А нижняя панкреатодуоденальная артерия отходит от верхней брыжечной артерии. В хирургии портальной гипертензии особое значение имеют подслизистые вены вокруг кардиального отдела и нижней трети пищевода, которые соединяют систему воротной вены и систему верхней полой вены и образуют коллатерали. При этом при портальной гипертензии эти анастомозы могут стать источником кровотечения, то есть кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода, также желудка. Иннервация желудка осуществляется интерамуральным нервными сплетениями, подслизистыми, измышечными и подсирозными, блуждающими нервами и симпатическими нервами. Блуждающие нервы передними и задними стволами проходят вдоль пищевода до желудка. Выше кардии передний ствол, то есть левый ствол отдает печеночную ветвь. От заднего ствола отходит черевная ветвь к черевному стволу. Левый блуждающий нерв перед прохождением через пищеводное отверстие диафрагмы может разделиться на два или три ствола. Каждый ствол блуждающего нерва заканчивается, соответственно, передней и задней ветвью лотожжения. Давайте теперь разберем железистые зоны желудка. Первое это кардиальная зона, где секретируется или вырабатывается мукоидный секрет, бикарбонаты, хлориды, калия и натрия, которые обеспечивают защитную функцию слизистых желудка. Далее идут фундальные железы, то есть железы дна желудка, которые располагаются на теле и на дне желудка. В нем различают главные клетки, которые синтезируют пепсиноген. Под воздействием соляной кислоты она превращается в пепсин и расщепляет белки. Далее очень особое внимание и особое значение имеют париэтальные клетки, которые вырабатывают соляную кислоту. Кроме этого они вырабатывают еще витамин В12. Об основных стимуляторах париэтальных клеток мы сейчас расскажем в следующем слайде. Следующие клетки это эндокринные клетки. Эндокринные ДИС и СЛ клетки. Ди клетки это вырабатывает самотостит. Они располагаются в пилорической зоне, также имеются в поджелудочной железе и 12-перстном кишке. Следующие эндокринные клетки это энтерохромофинные клетки. Они вырабатывают серотонин и матилин, которые обеспечивают, управляют моторику желудочно-кишечного тракта. Энтерохромофинные подобные клетки вырабатывают гистамин. Гистамин я тоже является активатором париэтальных клеток. В пилорической части имеются Д-клетки, которые вырабатывают самотостит. Опять-таки энтерохромофинные клетки. И в основном в этой зоне располагаются Г-клетки, вырабатывающие гастрин, стимулятор главных и париэтальных клеток. В париэтальных клетках имеются в основном три рецептора. Первый это H2-гистаминовые рецепторы. Следующий М3-рецептор, который стимулируется под воздействием ацецилхолина. И следующий СССК-2-рецептор, то есть гастриновый рецептор. Стимуляция париэтальной клетки приводит к активации выработки соляной кислоты, которая играет основную патогеническую роль в образовании язвенных и эротимных процессов слизистой желудка. Давайте теперь перейдем к язвенной болезни. Что такое язвенная болезнь? Язвенная болезнь – хроническое, циклически протекающее заболевание, характерным признаком которого является образование в период обострения язв гастродуаденальной зоны. За рубежом этот термин принят как пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь преимущественно болеет мужчина до 50 лет. Распространенность ее среди городского населения в два раза чаще, чем у сельского. Преобладают дуаденальные язвы перед желудочными язвами. Широко распространено заболевание в мире. От 2 до 5% поражают взрослые населения и имеют тенденцию к росту. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки чаще встречается у молодых лиц мужского пола. А язвенная болезнь желудка чаще выявляется у мужчин старше 50 лет. Давайте остановимся на морфологическом субстрате этих поражений. Первое – это эрозия. Эрозия представляет собой неглубокий дефект слизистой оболочки в границах эпителия. То есть поражается только слизистая желудка или двенадцатиперстная кишка. Образуется она при некрозе участка слизистой этих органов. Также эрозия, как правило, может быть локальной или множественной. Размеры ее обычно 1 или 2 миллиметра. Может достигать нескольких сантиметров. Дно дефекта покрыто фибринным налетом. Края мягкие, ровные и не отличаются от окружающей слизистой оболочки. После заживления регенерации слизистой, после нее рубца не остается. Происходит полная регенерация. Если процесс не остановится, она может переходить на острую язву. Язва представляет собой глубокий дефект слизистой, который проникает под слизистый мышечный слой и дали сирозный. На этом слайде вы можете посмотреть несколько эрозий антрального отдела желудка, располагающихся под нижней стенкой ее. Слева от вас эрозии, покрыты белыми фибриновыми налетами на поверхности. Чаще эти эрозии исчезают на третий-четвертый день после лечения. Хронические язвы обычно имеют овальную или округлую форму. Вокруг нее имеется выраженный воспалительный вал и конвергенция складок. Грануляция при хронических язвах начинается со дна. Период заживления язвы или рубцевания язвы зависит от глубины и размеров язвы. На данном слайде вы можете увидеть справа от вас это целующая язва винатисперстной кишки по передней и задней стенке. И конечно же это язва желудка. Решающую роль в развитии язвенной болезни, язвенного дефекта играет дисбаланс между факторами агрессии и защиты слизистой желудки и двенадцатиперстной кишки. Также нарушение нейроэндокринной регуляции этого соотношения. Фактором агрессии относятся врожденные множественные паритальные клетки слизистой желудка, а также своеобразная реактивность нервной системы. Следующие это стрессовые факторы. Это профессия, психические травмы, стресс на фоне какого-то ожога обширного или на фоне сепсиса. Функциональная недостаточность желудка, повышенная кислотно-пептическая секреция, метаплазия слизистой, антродональная дисмоторика, то есть ускорение эвакуации, гастрофтоз, дуаденостаз. Нарушение ритма питания, хроническое недоедание, голод, а также очень большое влияние имеют препараты нестероидного характера. Это аспирин, индометатин, а также кортикоиды. Язвенный процесс также наблюдается при гиперглипикемии, при остром панкреатите, синдроме Золингер-Эллисона, аденома парашитовидных желез, гипофиза и надпочников, при хронических заболеваниях печени, а также и почек. При хронических заболеваниях печенью, почек, при медикаментозном поражении чаще наблюдаются острые язвы желудка. Особое место в факторах агрессии имеет хеликобактер пилори. Хеликобактер пилори, образуя аммиак из мочевины, защелачивает антральный отдел, активизируя продукцию гастрина и гиперсекрецию соляной кислоты. Ряд штаммов имеют факторы патогенности. Нарушает регенераторные процессы, стимулируя апоптос, что приводит к кишечной метаплазии эпителия. Нарушение заживления, открывающихся под влиянием агрессивных факторов язв. Возможно, роль хеликобактер пилори в дальнейшем развитии опухоли желудка. На данном слайде представлено, как хеликобактер пилори, проникая через слизистую желудка, образуют там колонии. И за счет этого выделяется аммиак и активные водороды. Это приводит к тому, что в область пораженной части дефекта слизистой проникает соляная кислота и пептинь, и здесь поражается слизистая. И это приводит к образованию острых или хронических язв. Фактором защиты относятся резистентность слизистой оболочки к действию агрессивных факторов, желудочное слизообразование, адекватная продукция белькарбонатов, активная регенерация поверхности эпителия слизистой оболочки, хорошее кровоснабжение слизистой, нормальное содержание простагландинов слизистой. Иммунные факторы защиты. Нарушение нейрогуморальной регуляции также приводит к образованию дефектора или язв слизистой двенадцатиперстной или желудка. Центральную роль в регуляции секретарной функции желудка играет гипоталамус через выработку гастроинтестинальных гормонов и влияние на симпатическую нервную систему, а также парасимпатическую нервную систему. Гормоны гастрин, бомбезин, гистамин усиливают секрету соляной кислоты и пепсина. С другой стороны, сам атостатин, вырабатываемый D-клетками, тормозит этот процесс. Нарушение этих гормонообразований и нейрогуморальной регуляции приводит к образованию повреждений слизистой. Также гиперпродукция гастрина, гистамина приводит к возникновению язв. Синдром Золлингера-Эллисина, аденома поджелудочной железы. По характеру язвенной болезни она различается на язвенную болезнь желудка, язвенную болезнь или язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. А также после резекции или после операции на желудке идет термин пептическая гастроюминальная язва или пептическая язва гастроэнтероанастомоза. По клинической форме язва бывает острой или впервые выявленная и хроническая язва. По течению латентные редко ретидивирующие реже чем один раз в год, ретидивирующие один-два раза в год, непрерывно ретидивирующие свыше три ретидива в год. Также по фазе болезни стадия обострения, стадия неполной ремиссии, стадия и ремиссии. По морфологическому характеру язвенная дефекта, по данным ЭГДФС, язва бывает острая, хроническая. Размеры ее варьируют от малого 0,5 см, среднего до 1 см и гигантских размеров до 3 см и выше. Стадия развития язвы активная, выделяется также рубцующая язва, стадия красного рубца, стадия белого рубца, когда она покрывается полностью фибринным налетом на дне и длительно нерубцующая язва. По локализации язвы бывает желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиническая картина язвы разнообразна. Чаще всего больные жалуются на боли эпигастральной области. Четкая временная связь болевого синдрома с приемом пищи. Ранние боли через 30-40 минут, или поздние боли через 1,5-2 часа, или ночные голодные боли. Боли носят чаще всего локальный характер. Голодные боли купируются после приема пищи или антоцитов. Частое наличие диспепсии, тошноты, могут быть иногда рвоты, а также выраженная изжога. Чаще всего больные жалуются на изжогу. Имеют место периодичность течения. Больные поступают и обращаются в весной, осенью, в стадии обострения или ремиссии. Наличие в анамнезе факторов риска язвенной болезни у отца, у родителей, может также быть основной зацепкой и причиной больного полноценно обследовать. Также клинические проявления язвенной болезни часто зависят от пола, возраста, локализации язвенного дефекта. При локализации язвы при пилорадуодональной области клиническая картина носит типичный характер. При язвенных постбульбарного отдела упорство течения тенденция к стенозированию. То есть больные будут ощущать тяжесть эпигастральной области, чувство голода, несмотря на прием в большом количестве пищи, тошнота после приема пищи и облегчение после обильной рвоты. А также у молодого возраста преобладает дуоденальная язва, то есть язва 12 перстной кишки. У пожилых людей язва желудка с длительным заживлением, тенденция к малигнизации. На данном слайде представлено характер боли в зависимости от ее локализации, то есть желудки или 12 перстной кишки. При язвах желудка боли появляются после приема пищи на 15-40 минут. Поздние боли характерны на язву 19 перстной кишки. Язва 12 перстной кишки имеет сезонность, то есть обострение ее в период весны или осени. Язва желудка наоборот, она не имеет сезонность, боли склонны к малигнизации. Не зависит от времени суток, болевой синдром не зависит от времени суток, при язвах желудка. А при язвах 12 перстной кишки чаще больные жалуются на ночные и голодные боли. Значит, какие методы исследования при язвенных болезнях существуют? Первая очередь, это эзофагогастродуаденоскопия. Этот метод позволяет определить локализацию, характер язвы, стадию язвы заживления и грануляции. Также рентгенологические методы. Рентгенологические методы при язвах желудка и 12 перстной кишки выполняются с помощью контрастного вещества бария. По ашметрия. Исследование на хеликобактер пиори. Эндоскопию, то есть эзофагогастродуаденоскопию, выполняют на голодный желудок. На голодный желудок. Утром, на тощах. Выполнение этого исследования требует специальной анестезии, лидокаином, ротоглоточной части. На сегодняшний день эндоскопия выполняется под внутривенным наркозом, немножко седатация пациента. На данном слайде вы видите картинки образовавшихся язв передней стенки луковицы 12 перстной кишки. Слева от вас дефект имеет фибриновый налет на глубине язвы, а здесь еще налет не формировался, то есть грануляционная ткань еще достаточно невыраженная. На данном слайде представлена примерная частота встречаемости поражения луковицы 12 перстной кишки. Как представлено на этом слайде, в 50% случаев язвы находятся на передней стенке. В основном задней, задней, нижней и вверх. Язвы передней стенки склонны к дать осложнению, такое как перфорация. Язвы задней и нижней стенки склонны к кровотечению. Основным рентгенологическим признаком язвы желудка является симптом ниши, тень контраста за полночный язвенный дефект, конвергенция складок, нарушение моторики. Чувствительность этого исследования при язвенной болезни составляет 70%. 99% чувствительность и эффективность представляет эндоскопия. На сегодняшний день существует несколько методов выявления хеликобактер пилори. Это инвазивные и неинвазивные методы. Инвазивным методом относятся гистологический или цитологический метод выявления возбудителя в биоптатах при специальном окраске. Биоптат берется во время эндоскопического исследования. Следующий метод это уреазный метод определения фермента уреазы в слизистой желудке. Также этот метод выполняется во время эндоскопического исследования. Бактериологический метод применяется с помощью культирования бактерий в специальных биоптатах. И метод является не так специфичным и чувствительным по сравнению с предыдущими. Специфичность бактериологического метода составляет 53%, чувствительность его 77%. Поэтому данный метод выполняется исключительно в лабораторных условиях, требуя специального оборудования. Следующие методики выявления это неинвазивные методы выявления антител на хеликобактеры пилори, иммунологический и фа-анализ. Метод следующий молекулярный биологический метод. Данный метод определяется с помощью ПЦР и позволяет определить даже количество и качество инфекции. Необходимо дифференцировать язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки от рака желудка, острого хронического холецистита, панкреатита и от острого аппендицита. Как мы ранее говорили, язвенная болезнь желудка у пожилых, у больших людей, она более склонна к малигнизации. Поэтому во время эндоскопии необходимо дополнительно взять биопсийный материал для гистологического исследования при язвах желудка. Нужно сказать, что острый панкреатит и острый холецистит могут сочетаться с язвенной болезнью. То есть язвенная болезнь может с сопутствующим заболеванием при данной патологии. При остром аппендицита необходимо исключить все симптомы острого аппендицита. Иногда при обострениях язвенной болезни или при осложненных формах язвенной болезни, допустим, это перфорация клиника, течение заболевания может быть похожим на симптомы острого аппендицита. Допустим, это симптом Кохера-Волковича, который наблюдается при остром аппендиците. При сложных ситуациях от дифференцировки необходимо иметь в виду, что иметь диагностическую лапароскопию. Существует два принципа лечения язвенной болезни. Это консервативное и оперативное лечение. Оперативное лечение выполняется при осложненных формах язвенной болезни. Что входит в консервативное лечение? Первый очередь это диета. При болевых синдромах это спазмолитики, обволакивающие препараты. И в стандарт лечения входят H2-гистаминовые блокаторы, также блокаторы протонов-помпы и антибактериальная терапия, то есть эрадикация хеликобактер пилори. Оперативное лечение выполняется при безэффективности, то есть неэффективности консервативной лечения, при частых рецидивах и осложненных формах язвенной болезни. Вопрос лечения язвенной болезни остается дискутабельным. Некоторые авторы предлагают оперативное лечение, некоторые консервативное лечение. Однако по нынешним предложениям, стандартам язвенная болезнь лечится консервативным путем в течение 6 недель. Если консервативная терапия безуспешна, то больному выполняется оперативное лечение. Следующий момент – это гигантские колезные язвы. Гигантские колезные язвы в большинстве случаев имеют предрасположенность к малининизации, поэтому в данном случае выполняется оперативное лечение. H2-блокаторы H2-блокаторы блокируют именно H2-гистаминовые рецепты от паритальных клеток. Часто используются в лечении язвенных болезней. Это связано прежде всего с их способностью уменьшить секрецию соляной кислоты. Кроме того, H2-блокаторы подавляют продукцию пепсина, увеличивают выработку желудочной слизи, повышают синтез простагландинов слизистой оболочки желудка, увеличивают секрецию бикарбонатов, улучшают микроциркуляцию, нормализуют моторику функций желудка и 12-перстной кишки. Принята следующая классификация H2-гистаминовых блокаторов по поколениям. Первое поколение – это тимитидин, второе – ранитидин, следующее – фаматидин, четвертое – низатидин, пятое – это роксатидин. Тимитидин первое поколение обладает серьезными побочными проявлениями, он блокирует периферические рецепторы мужских половых гормонов, андрогенных рецепторов и существенно снижает потенцию, приводит к развитию импотенции и генекомастии. Далее – ранитидин имеет меньше типичных для тимитидина побочных эффектов, а препараты последующих поколений – фаматидин, низатидин и дали еще меньше побочных эффектов. Эти препараты имеют синдром рикошета или синдром отмена, при резком прекращении их приема могут вызвать увеличение кислотности и как следствие обострения заболеваний. Следующий вид препаратов – это ингибиторы протоновых помпов. Кислотопродукционная способность паралитальных клеток снижается за счет блокирования протонового насоса водород-кали-атефазы. Ингибиторы протонового насоса применяются при лечении широкого кровозаболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе при синдроме Золингер-Эллисона, гастроизофагиальной рефлюксной болезни, при хронических гастритах двуатинитов, при пищеводе Боретта, хроническом панкреатите, и в основном она применяется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Существует несколько поколений ингибиторов протоновых помпов. Первое – это амепразол, далее – ланцапразол, рабепразол, пантапразол, эзамепразол и дексло-ланцапразол. На сегодняшний день часто применяющимся препаратами относятся это ланцапразол и пантапразол. Ингибиторы протоновых помпы входят в стандарт лечения первой и второй линии препаратов язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Что касается консервативного лечения, первая линия препаратов эрадикационной терапии, стандартная терапия, это трехкомпонентная. То есть, в первый компонент входит ИПП и с целью эрадикации назначаются антибактериальные препараты. При трехкомпонентной лечении ИПП ингибиторы протоновых помпы назначаются на четырнадцать дней. Доза препарата составляет, если это пантапразол, то сорок миллиграмм. Одна таблетка в день. Следующие препараты это полусинтетический пенициллин, амоксициллин. Какие методы определения выявления хеликобактера первые существуют? Первое, это инвазивный. Второй препарат для эрадикационной терапии это клоритромицин. Клоритромакролит. Комбинация этих препаратов эрадикационной терапии применяется в течение семи дней, а ингибитор протоновых помпы назначается на четырнадцать дней. На пятнадцатый день консервативного лечения больному проводится эндоскопическое исследование, чтобы получить результат консервативного лечения. То есть есть грануляция, нет, есть ли язва, уже зарубцевалась, то мы останавливаем консервативное лечение и проводим дальнейшее наблюдение пациента. Если язва рубцевующая грануляция, грануляционный процесс очень слабый, или язва не заживает, мы переходим на четырехкомпонентную терапию. То есть больному дальше продолжаем ингибиторы протоновой помпой, включаем туда препараты висмута, метроанидозол и тетрациклин. Метроанидозол и тетрациклин дальше продолжается в течение 7 дней, а препараты висмута в течение 28 дней больной должен принимать. Ингибиторы протоновой помпы также. После того, как мы закончим четырехкомпонентную терапию, больному еще необходимо сделать эндоскопию и получить результаты исследования. Какие могут быть результаты эндоскопии? Это в первую очередь рубцевание или полностью рубец имеющийся ранее язвы. На данном слайде представлена стадия рубцевания язвы и сформировавшийся рубец препиларического отдела желудка. При неэффективности консервативных методов лечения, то есть первой линии, второй линии препаратов, больной уже готовится к оперативным вмешательствам, то есть оперативному лечению. Иногда бывает так, что язва 12-перстной кишки после своего рубцевания переходит или осложняется стенозированием процесса. На данном слайде вы видите зарубцевавшуюся язву передней стенки и задней стенки луковицы 12-перстной кишки с стенозированием просвета. Это уже больной готовится к оперативному вмешательству. Какие показания всего хирургического лечения при язвенной болезни? Абсолютным показанием является осложнение язвенной болезни. Это перфорация, профузное кровотечение, декомпенсированность стеноз и молитвизация. Относительным показанием к операции является кровотечение в бананозе, ретидивирующее кровотечение, крупноколезные язвы, пенетрирующие по желудочной железу или другие рядом находящиеся органы, резистентность к консервативному лечению. При оперативном активном лечении доступ к желудку и 12-перстной кишки выполняется с помощью верхней середины лапаротомии. Пожалуйста. Существует очень много вариантов оперативного лечения при язвенной болезни. Это прежде всего вагатомия с дренирующей операцией, пиларопластика, вагатомия с антромектомией, это резекция желудка, это обходные анастомозы. Давайте остановимся на вагатомию. вагатомия это рассечение нервуса вагуса, заключающего рассечения основного ствола или ветви вгруждающего нерва. В 1946 году вагатомия для лечения язвенной болезни стала переменяться широко. В 1967 году была выполнена первая высокоселективная вагатомия. Врачи ее делавшие полагали, что она без ущерба для нервации антральной пиларической отдела желудка других органов желудочно-кишечного тракта даст возможность донервить большинство обкладочных клеток, паритальных клеток и снизить секрецию соляной кислоты. Высокоселективная вагатомия позволила отказаться от дренирующих операций желудка. Но после появления ингибиторов протоновой помпы врачи практически отказались от этой операции. Сцелью уменьшить вероятность осложнения после вагатомии было разработано значительное количество ее модификаций. различает три основных момента варианта вагатомии. Это стволовая вагатомия, следующая это селективная и проксимальная селективная вагатомия. При стволовой вагатомии происходит пересечения всего ствола вагустного нерва. Она проще технически, однако чревата большим числом осложнений, так как прерывает парасимпатическую иннервацию большого числа органов. Селективная означает пересекается избранные ветви. Пересекаются избранные ветви. При селективной проксимальной вагатомии пересекаются только ветви вагуса, идущие к телу и к дну желудка. Отделом, в которых расположены кистотопродуктирующие опладочные клетки, таким образом, что вагусный нерв нормально функционирует в отношении других областей желудка и других органов. Пересечение вагуса может использоваться коагуляцией или комбинированием. Операция вагатомии может выполняться как с открытым доступом, так и лапароскопическим путем. на данном слайде представлены этапы лапароскопической вагатомии. Здесь мобилизируется малая кривизна желудка и с помощью диссекции доходят до кардиальной части и нижней трети пищевода, а там выделяются передние и задние стволы нервного вагуса. Это этапы селективной максимальной вагатомии. Частота рецидивов после вагатомии язвенной болезни достигает до 50%. У многих больных, переносших вагатомию, развивается так назван поствагатомический синдром, который проявляется с развивающим нарушением эвакуации содержимого желудка, что приводит к тишевым постельствиям до летального исхода. Впоследующем развивается также выраженный пилороспазм. Пилоропластика это хирургическое мемчастие, направленное на расширение канала привратника путем проведения его ревнострукции. Данная операция выполняется в целях обеспечения процесса прохождения содержимого пищеварительного тракта и желудка двенадцатиперстника кишка. Как правило назначается при нарушениях иннервации желудка вблуждающими нервами, развивающимся после вагатомии и разделении вблуждающих нервах во время резекции проксимального отдела желудка и пищевода и восстановления целостности этих органов. Существует несколько методов пилоропластики. Это методика геника Микулича, предлагающая продольное рассечение стенок желудка и двенадцатиперстник кишки продольное рассечение и дистальные или проксимальные привратники без вскрытия слизистой с последующей шванием серозной оболочки и перпендикулярного отношения к линии разреза направления. Это позволяет расширить просвет гастродональной зоны. Следующая методика осуществления пилоропластики по финею, также как при применении предыдущей методики делают продольный разрез, но при этом он имеет значительно большой протяженность и если того требует ситуация, может сопровождать сечением язвы либо части пилорического сфинктора. Просвет желудка двенадцатиперстника и кишки здесь скрывают всегда, всегда скрывают. Аккуратно эвакуируют содержимое этих органов и формулируют даблообразные гастродональные соуси. При способе джабули двеносперстную кишку рассекают продольно, а также препилорический отдел или антральный отдел желудка в поперечном направлении и накладывают анастомоз между желудком и двеносперстной кишкой. Но на сегодняшний день вертикальным методом лечения язвенной болезни считается резекция желудка 2-3. Это может быть модификация по бельрод-1 или бельрод-2. Бельрод-1 является физиологической операцией. Суть этой предзаключатель в том, что накладывается анастомоз между желудком и двеносперстной кишкой. втором варианте резекции желудка культюр двеносперстной кишки зашивают наглухо и а затем создают желудочно-тощек кишечный анастомоз по типу бок-бок. Петлю тощей кишки подводит культюр желудка позади поперечный ободочник кишки через отверстие мезополутрансверсом. Есть еще другие варианты наложения гастроэнтера анастомоза. Это еще переди ободочник позади ободочник кишки. Для осуществления радикальной резекции желудка то есть резекции двух третьих желудка выполняется лапаротомия верхней середины. Далее выполняется мобилизация по большой и малой кривизне желудка. После того как осуществляется мобилизация по большой и малой кривизне производится резекция двух третьей дистальной части желудка. При этом если резекция выполняется по пиль рот 2 то культя желудка полностью то есть культя 12-перстной кишки зашиваются наглухо а при желудке культя желудка ушивается от частей и оставляет незашиданный участок со стороны большой кривизны для наложения гастроэнтероанастомоза. Существует очень много видов модификации наложения гастроэнтероанастомоза но в основном она конец конец иногда возможно поставить конец бок анастомоз но очень редко ввиду того что сперстная кишка не натягивается натягивается и она очень становится ригидной из-за язвенного процесса поэтому хирурги больше склонны к наложению гастроэнтероанастомоза по виллерод 2 больше хирурги склонны наложению анастомоза между желудком и толщей кишкой по методике гастроэнтеро финистрера по типу конец боба конец культи желудка сшивается с боковым отверстием в тонкой кишке из-за перистальтическом направлении ширина анастомоза в этом случае составляет 5-6 сантиметра приводящий конец кишки подшивают к двумя тремя швами к желудку ближе к малой кривизне края разрезом мезоколом с узловыми швами подшивают к желудку вокруг собственного анастомоза данные операции не исключены от осложнений существует раннее послеоперационное осложнение и после отдаленные послеоперационное осложнение ранним послеоперационным осложнением относятся в первую очередь это несостоятельность швов развития перитонитов острые панкреатиты анастомозиты анастомозиты и конечно же синдром демби поздним осложнением относится болезнь оперированного желудка анастомозита агастральная астемия гипергликемический синдром также пептические повторяющие рецидивирующие язвы поэтому на сегодняшний день гастроэнтерологи и хирурги все стараются максимально лечить язвенную болезнь консервативным способом хирургические методы выполняют исключительно тяжелых осложненных случаях язвенной болезни какие прогнозы язвенной болезни первое это при неосложненных язвенной болезни прогноз очень благоприятный хорошо поддаются консервативному лечению при достижении эрадикации рецидива эрадикации рецидива снижается до 6-7% случаев менее благоприятный прогноз при осложненных формах язвенной болезни часто с рецидивированием особенно и при малигнизации что должен знать и делать врач общей практики скрининг больных с язвенной болезнью первое выявление эффективности консервативного лечения больных с язвенной болезнью после того как он провел консервативный курс консервативного лечения своевременное направление в специализированные центральные лечебные учреждения при осложненных формах язвенной болезни при экстренных ситуациях осложнений оказать первую помощь спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...